Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Вот вам тема для размышления. Если бы вы хотели превратить свободную страну в диктатуру, не то чтобы кто-то хочет, но скажем, если бы вы хотели, как бы вы это сделали? Какую свободу урезали бы в первую очередь? Хм, что ж, наши основатели глубоко думали над этим вопросом. Они создавали новую страну и хотели избежать диктатуры. И они пришли к неожиданному выводу. Свобода, которая имеет значение, это свобода высказывать свое мнение. Свобода слова. Это самая основная и необходимая из всех свобод. И именно поэтому она закреплена в самой первой поправке в Биле о правах. Это важно не только для свободы, но и для человечности. Нас отделяют от животных не от стоящие большие пальцы, а слова. Мы можем говорить. В этом наша сила. Слова. Вначале было слово, говорит Иоанн в Евангелии. Злова. Слово — это самое главное, что у нас есть. Отнимите у нас способность выбирать собственные слова, и мы перестанем быть людьми, мы станем предметом, имуществом. Авторитаристы это прекрасно понимают. Вот почему они ненавидят свободу слова. На самом деле, если дать им выбор, они скорее разрешат вам иметь пулемет, чем позволят вам сказать, что вы хотите. Пулеметом можно убить людей, но словами их можно разоблачить. Словами можно изменить мир. Твиттер на самом деле все изменения, глубокие изменения в образе жизни и мышления людей начинались со слов. Не с власти и насилия, а со слов. Вот почему они так сосредоточены на том, что вы можете сказать, на словах, которые вы можете использовать, потому что они понимают силу слов. И Илон Маск, несмотря на его недостатки, тоже это понимает. И именно поэтому он пытается купить Твиттер. Не потому, что ему нужна еще одна компания. Нет, покупка Твиттера Илоном Маском — это больше, чем просто потенциальное изменение сил в СМИ. Это реальная, экзистенциальная угроза гегемонии людей, находящихся сейчас у власти. Разрешение свободы слова означает возможность революции снизу против сил, разрушающих эту страну. Все это знают. Они это знают. Вы, может, и нет. Но они знают. И так они должны сделать все возможное, чтобы уничтожить Илона Маска, который еще недавно был для них героем. Мистер Электромобиль, помните? Они больше не вспоминают его электромобили. Потому что он делает то, чего делать нельзя. А именно дает голос людям. С апреля они пытаются уничтожить Маска. Сначала они назвали его «россистом». Он из Южной Африки, должно быть «россист». Оказалось, он слишком богат, чтобы беспокоиться. Затем неправительственные организации, финансируемые Джорджем Соросом, приказали компаниям вывести свои рекламные деньги из Твиттера. Заварим его голодом! Затем Саудовский Принц попытался возразить, что Илон Маск каким-то образом недоплачивает за Твиттер, хотя очевидно, что он переплачивает. А затем вмешался Макс Бут, потому что это была еще одна война, которую он мог поддержать. Чтобы спасти демократию, сообщил нам Макс Бут, нам нужно больше модерировать контент в Твиттере. Свобода слова запрещена. Конечно, модерация контента — это эфемизм, слово «цензура». А кому помогает цензура? Всегда и везде сильным. Кому она вредит? Слабым. Слова — это все, что у них есть. Отнимите у них способность говорить то, что они думают, и у них не останется никакой власти. После примерно шести месяцев этой драмы, которая то появлялась, то исчезала с новостной сцены, похоже, им не удалось помешать Илону Маску купить Твиттер. Все признаки говорят о том, что сделка состоится. Твиттер заблокировал акции своих сотрудников, и это указывает на то, что какая-то сделка неизбежна. Источник сообщает нам, что существует очень высокая вероятность того, что через две недели Илон Маск будет владеть Твиттером. И он неоднократно говорил, мы не можем предугадать будущее. Но он говорил, что делает это, чтобы дать голос людям, у которых его нет. Все мы забыли, что Твиттер запретил говорить действующему президенту США, тем самым дав понять, кому принадлежит реальная власть. Нет, не правительству. Транснациональным корпорациям, таким как Твиттер. Они сделали все возможное, чтобы этого не произошло, но потерпели неудачу. Поэтому теперь они пытаются уничтожить Илона Маска, и опять же, мы не знаем его, мы не работаем на него, у него могут быть странные планы, о которых мы не знаем. Но речь идет о свободе слова, и именно поэтому Министерство юстиции сейчас расследует его деятельность по необъяснимым причинам, но именно это сейчас делает Минюст, пытается запугать людей расследованиями, чтобы заставить их подчиниться. Затем, естественно, вмешался Дэвид Фрум, потому что нет такого уровня, до которого он не опустился, защищая власть. И теперь он призывает администрацию Байдена захватить спутники Илона Маска, те, которые он бесплатно передал правительству Украины для использования в военных действиях против России. Цитата. «У США должен быть готовый план быстрой национализации Старлин к спутниковой кампании, если Маск разорвет связь с Украиной для продвижения своих политических планов», написал Дэвид Фрум. Иными словами, если вам не нравится его политика, просто конфискуйте его имущество. И, конечно же, в основе его политики лежит призыв к простым американцам говорить то, что они думают. Просто забрать его вещи. Силой. CNN тем временем называет Маска агентом России за то, что он не будет бесплатно предоставлять Украине доступ к своим спутникам. Смотрите. Украина говорит, что не может воевать без Старлинк. На прошлой неделе появились сообщения о массовых внезапных сбоях Старлинк на линии фронта, когда войска сражались за возврат территории. Они недоумевают, почему это происходит. Делает ли это SpaceX намеренно, или это исходит от Илона, никто точно не знает. Перебои и новости о запросе финансирования в Пентагон появились на фоне того, что поддержка Маском Украины ставится под сомнение после того, как он предложил мирное соглашение, предполагающее, что Украина уступит Крым России и проведет референдумы в некоторых частях Восточной Украины. Этот мирный план был так широко воспринят на Украине как пророссийский, что один украинский дипломат прямо сказал Илону Маску «Пошел ты». Хорошо! Говорит парень со слишком близко посаженными глазами. Речь об Украине. Да неужели? Это не имеет отношения к России и Украине. Вы думаете, им есть дело? Конечно нет. Иначе бы они настояли на мирном соглашении. Им все равно. Речь о внутренней политике, речь о США и Илоне Маске, который совершает непростительный грех, пытаясь позволить вам говорить то, что вы думаете о людях у власти. Чтобы немного уравнять силы, чтобы дать вам немного власти. И они боятся, что у него получится. Мы наблюдаем отчаяние режима. Не только политического, но и культурного режима. Класса людей, управляющих страной, которые чувствуют, что теряют власть. И они в панике. Вы чувствуете это в их истерии. Агрессивные либералы, которые работают над разрушением американского духа, свободы и независимости, разума, мужественности. Те люди, которые последние пять лет орут на вас из телевизора. Сейчас думают, святые угодники, победа ускользает. Если работяги заговорят, у нас большие проблемы. Готовьте вертолеты на крыше посольства, нам нужно убираться отсюда. Но это интересно. В отличие от предыдущих режимов, это не военные. Это женщины средних лет, которые говорят вам, что вам лучше повиноваться для вашего же блага. Брэнди Задрозный из NBC News, например, говорит своим певучим голосом о том, что нам понадобится гораздо больше цензуры в этой стране. Ммм, да, для вашего же блага. Нет, в туалет нельзя. Заткнись и подчиняйся. Верно? Верно? Хорошо. Это лицо душераздирающего фашистского либерализма. Это не то, что у нас было раньше, это то, что мы имеем сейчас. И такие люди, как Брэнди Задрозный, являются штурмовиками системы. Она буквально написала руководство по выявлению и наказанию людей, виновных в инакомыслии. Это человек, который атакует людей за анонимные посты в интернете. Если они с ней не согласны. А затем сидит и наблюдает, что происходит. Во многих случаях жизни людей разрушены. И за это, за это служение людям у власти, корпоративные СМИ прославляют ее как героя. Они постоянно показывают, как она призывает, догадывайтесь, к еще большей цензуре. Сейчас мы находимся на митинге. И вы знаете, вы много слышали о том, что это митинг против мандатов. Это то, что многие пришедшие говорили нам. Многие из присутствующих здесь повторяли это как попугаи. Но все выступления, которые мы видели, это фестиваль дезинформации. Мы слышали дезинформацию о так называемой опасности вакцин. Это экстремальный призыв. И может мы не видим такого же насилия на улице, как 6 января, но эксперты в области здравоохранения говорят, что вред от этого не меньший. Похоже, мандаты работают, чтобы заставить большинство людей, даже людей, склонных к вере в теорию заговора, сказать, «Я не хочу терять работу», или, знаете, «Я хочу лететь на этом самолете», или что угодно. Зависит от того, что регулируют эти мандаты, и тому подобное. Это хорошие новости. И вы знаете, у нас есть первая поправка. И у нас есть определенные вещи, которые немного затрудняют регулирование свободы слова в интернете. Я думаю, что это очень серьезная проблема. О, есть люди, которые не хотят терять работу, которые хотят летать, но не могут, для своего же блага, хватит говорить! Проблема таких людей, как Брэнди, и буквально сотен таких же, как она, в корпоративных СМИ, которые каждое утро просыпаются с вопросом, как я могу эффективнее служить власти, заключается в том, что им больше никто не верит. Их уже никто не воспринимает всерьез, их слишком часто ловили на лжи. Так что людям уже все равно, если их обзывают. О, вы торгуете дезинформацией, вы конспиролог, вы расист! Да, хорошо. Мне все равно. Вы полностью дискредитированы, вы шуты. А это говорит о том, что грядут перемены. Очень скоро у нас может быть страна, где люди могут говорить то, что они на самом деле думают, и тогда они снова смогут жить достойно, как свободные люди. И вы видите признаки этого, вы видите людей, кандидатов на посты, которые не будут поддаваться несправедливым, по сути смехотворным нападкам со стороны оппонентов. Они сбросили кандалы, они сняли поводок. Джей Ди Вэнс один из них, он баллотируется в Сенат от Огайо, он соревнуется с парнем по имени Тим Райан. И Тим Райан, который боится проиграть, он действительно проиграет, и мы отпразднуем это. Но Тим Райан сказал, я должен остановить Джей Ди Вэнса, но я не хочу спорить с ним, потому что у меня нет аргументов, так что... И я назову его расистом. Это остановит его, ты расист, окей. Смотрите, как Джей Ди Вэнс ответил на предвыборных дебатах. Эта теория великого замещения послужила мотивом для стрельбы в Буффало, где у стрелка были все эти работы по теории великого замещения, с которой согласен Джей Ди Вэнс, какой-то псих, получил эту информацию, которую он поддерживает. И опять же, те экстремисты, с которыми он работает, Маджери Тейлор Грин, Тед Круз, все эти парни, они просто хотят разжечь расовое насилие. Мы устали от этого, Джей Ди. Это отвратительно. Именно это происходит, когда СМИ и такие люди, как Тим Райан, обвиняют меня в том, что я поддерживаю теорию замещения. Я скажу тебе, что происходит, Тим. Происходит то, что мои собственные дети, мои бирасовые дети подвергаются нападкам отморозков в интернете и в жизни. Вы так отчаянно хотите политической власти, что обвиняете меня, отца трех прекрасных бирасовых детей, в расизме. Мы устали от этого. Вы можете верить в границу, не будучи расистом. Вы можете верить в страну, не будучи расистом. И это просто показывает, насколько отчаянно этот парень хочет политической власти. Да, мы устали от этого. Не только Джей Ди Вэнс, но практически все нормальные люди, которые здесь живут, всех цветов и всех политических взглядов. Тошнит уже. Замолчи, объясняют они. Нет, мы не собираемся молчать. Мы будем говорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!